Друзья, всем привет! На связи Баранцев Дмитрий. Продолжаем шава-тур по Киру. Сегодня 10 выпуск. Как обычно, 3 новых места. И первое место, куда мы сегодня вместе с вами отправляемся, называется Hot Dog House. Погнали! Так, друзья, ну что, принесли шаурму. Здесь, как таковой, шаурмы классической нет. Но я попросил сделать нам шаурму максимально классическую. То есть, выбрали мы шаверму по-питерски. Стоила на 260 рублей. А в рову 240 рублей за 260 грамм. Что у нас входит? Лаваш, курица-гриль, томат, морковь по-корейски, пекинская капуста, свежий огурец, кетчуп, авторский соус. Шаурма вот такая небольшая. Я бы даже сказал, маленькая шаурма. Ну, не маленькая, средняя. Поджарим. Стандартная. Ну да, стандартная. Как и стандартная. Обычная. Нет, убирать не будем, мало ли протечет. Поджарили. Ну, неплохо. Нормально. Пробуем. Вот так она выглядит, друзья. Два раза я укусил. Честно скажу, сразу почувствовал кислинку от томата. Прям сразу. Почувствовал курочку. Ну, посмотрите, курица здесь не так уж и много. В основном овощи. Конечно, курицы хочется побольше. Очень много морковки. Огурчик. Один слайс. Ну, может, несколько. Тоненько-тоненько нарезано. Я не скажу, что это прям вкусная шаурма. Хотя, на самом деле, я сейчас капец какой голодный. И поэтому оценка чуть-чуть может быть необъективной. Но, на самом деле, мне прям капец вкусная шаурма. Шаурма обычная. Томат не в тему. Вообще, он все перебивает, весь вкус. Поначалу курица показалась прям сочная. С ярко выраженным вкусом. Сейчас что-то я потерял. Либо курицы мало, поэтому не так сильно чувствуется. Но овощей очень много. Морковки, очень много капусты, очень много. Помидоры. Еще томат. То есть, типа кетчупа, я так понимаю, да? Да, тут кетчуп. Представь, томат. Кетчуп. Кислинку такую дает. Морковки я не очень в шаурме отношусь. Но сделано, кстати, аккуратно. Вот чуть-чуть начинает протекать сейчас. Да, курица неплохая. Не сильно замаринована. Давай, наверное, сразу подытожим. Я уже почти половину съел. Тут тащит на себе место, где ты находишься. По большей степени, мне кажется. И сюда нужно приходить, мне кажется, не за шаурму и точно. Потому что здесь очень уютно. Сразу по оценке. Оценка 6. Обычная нормальная шаурма. То есть, если вы здесь находитесь, возьмете, не прогадаете. Обычная нормальная шаурма. Перекусите. Почему бы и нет. Друзья, место находится рядом. Можно сказать, на театральной площади. Поэтому, если вы здесь, заходите, посмотрите, какое прикольно красивое место. Но по поводу шаурмы, конечно, если вам такая шаурма нравится, именно с томатами, с морковкой, с капустой, то обязательно возьмите. Если нет, тут есть куча всего. Будет возможность. Приеду сюда отдельно и покажу, что здесь есть, помимо такой вкусной, ну, обычной шаурмы. Ну что, друзья. Друзья, 260 грамм шаурмы за 240 рублей. По моему мнению, блин, ну, дороговато, конечно, дороговато. Но, опять же, это не какая-то забегаловка, не простая какая-то шаурмечная. А тут целое кафе, где для вас могут спеть вживую. Есть куча других блюд. Мне кажется, за шаурмой все-таки не надо сюда приходить. Но, опять же, если хотите шаурму, конечно же, вы можете зайти. Но сюда нужно приходить, мне кажется, попробовать бургеры, попробовать там хот-доги. Кстати, кофе взяли с женой, очень вкусный кофе. На удивление понравился. Я обычно беру кофе, а он везде горький какой-то. Ну, то есть, горчит. Ну, это, наверное, натуральный кофе, поэтому горчит. А мне это не очень нравится, поэтому я стараюсь более мягкий кофе себе брать. А здесь взял вообще красота. Кофе очень вкусный. Он, кстати, не такой уж дорогой, как везде. Поэтому, друзья, 240 рублей за шаурму. Дороговато. Поэтому такая оценка. Оценка 6. Поехали дальше. Итак, друзья, приехали мы на вторую локацию. Называется «Шашлычный мир». Я помню, кто-то писал в комментариях, что сделай, Дима, здесь обзор на шаурму. Посмотрим, вкусная она здесь или нет. Но, скажу я, здесь пробовал шашлыки. Шашлыки здесь действительно неплохие. Посмотрим, нормально здесь шаурма или нет. Погнали. Так, друзья, ну что, забрали шаурму. Отдают в пакетики, салфеточки. Все как полагается. Шаурма называется не классическая, а шаурма с курицей. Ну, я думаю, то же самое. Даже не то же самое название. Так, сразу смотрим, как поджарили. Ну, кстати, вроде неплохо пожарили, даже хрустит. Стоила шаурма 190 рублей. Эта цена нормальная. То есть, не заоблачная какая-то, по размеру она. Я думаю, даже больше, чем предыдущая, да? Да. Пробуем? Друзья, это вторая шаурма. Из всех выпусков. Действительно, как классическая. Чесночный соус. Чесночно-сметанно-майонезный. Вот такой вот. Посмотрите. Курочка. Как указано, здесь сделана на углях. Ну, не знаю точно. Но по вкусу ощущение есть, что на углях действительно. Помидорки что-то я не более много вижу. Капуста. Курица, капуста и помидор. А где лучок там, я не знаю, огурчик. Вижу какой-то то ли укропчик, то ли петрушка, что-то такое. А вот лук есть. Лук вижу. А где огурец? Ладно, сейчас поедим, посмотрим. Капуста мало. Капуста мало? Капуста больно много. Ну вот, еще огурец хочешь. Дашь потом попробую. А? Попробую. Вкусно ем, да? Ты сказал, что вкусно. Блин, соус нормальный. Но что-то в него добавили такое, что мне не очень нравится. Блин, я не могу разобраться, но какая-то специя, она вот прям чуть-чуть портит соус. Но соус в целом хороший, вкусный. Но, блин, что-то добавили в него такое. И перебивает вкус соуса. Вкусная шаурма. За 190 рублей. Более чем. Блин, лук большие куски, конечно. В соус добавляют какую-то специю, не могу точно понять. Вот перебивает она весь вкус чесночный. Что-то такое есть в ней. Давайте сразу поставлю оценку, и Женька попробует. Реально вкусная шаурма. Оценка 7. Больно много капусты. А так все есть курица. Действительно, походу, на углях сделано. Помидорчики, огурчики. Соус вкусный. Из соуса только убрать. Что-то, что-то перебивает. И капусты, соответственно, поменьше. Ну и лук потоньше порезать, поменьше его положить. А так очень вкусная шаурма. За 190 рублей. Более чем реально. Заходите сюда. Находится на улице Щерса. Перед перекрестком с Ивана Попова. 190 рублей. Зашли больше, ничего не надо. На, Жень, попробуй. Скажи свои ощущения. По сравнению со всеми местами. Я не так много ела, как-то. Но все равно. Ты же пробовала. Вкуснее, чем большинство, да? Да. Да. Тут мяско такое, как будто бы... Я тебе говорю, на углях, скорее всего. На углях, да. Вкусно. А соус как тебе, чесночный? Ну, он не совсем даже чесночный. Вот приправка реально отбивает. Вот какая-то есть приправка в соусе, да, которая отбивает весь вкус. Угу. Вкусно. А ты бы какую оценку поставила? По десятибалльной. По своему мнению. Ну, восьмерочку, девяточку, наверное. Ну, я поставил семерку. Друзья, пока Женька у меня кушает. Реально, семерка, заслуженная. Очень вкусная шаурма. Но вот есть небольшие нюансы. Если вы тут находитесь, 190 рублей более чем. А мы, друзья, пока Женька кушает, перемещаемся в третье место. Так, друзья, мы прибыли на улицу Комсомольская. Здесь третье место, которое мы хотим посетить, попробовать здесь шаурму. Он называется то ли Нюр, то ли Нур. Непонятно. Шаурма на углях. Посмотрим, действительно она на углях. Сделали заказ. Также шаурма с курицей. Не классическая называется, а шаурма с курицей. Сейчас заказ делают и попробуем. Так, ну что? Шаурму забрали. Стоило она 220 рублей. Смотрим. Капец у нас здоровая. Это жесть. Это что, 220 рублей такое здоровая? Больше, чем моя голова. Пипец. Поджаренный, кстати, вроде неплохо. Пипец, пробуем. Первый вкус. И почувствовал такую свежесть. Сужать за размер реально плюс. Давай посмотрим, что здесь есть. Лучок, капуста, морковка, помидорчики, курочка. Курица действительно на углях. Блин. Я вот два раза откусил, мне не хватает соуса. Реально не хватает соуса. Сухая? Ну да, суховато. Ну, может, подальше получше будет. Но, блин, вначале побольше соуса на точно 100%. За размер реально респект. Здоровая, капец, 220 рублей. За 220? Такую получить? Вы, смотри, ты что? Мы, я не знаю. Я везде нее есть буду. Овощи вкусные. Свежие. Блин, с луком переборщили, конечно. Капусты не так много в тему. Ну, морковка, конечно, тоже в тему, но лучше убрать. Ну, блин, оно вообще нажористое, нереально. Лаваш хрустящий, прикольно. Чуть-чуть соуса, побольше соуса мне не хватает. Но соус здесь не чесночный. Обычный там майонез, сметана, что-то такое. Размер просто нереальный. За такие деньги вот такую получить, это более чем. Ну, она нормальная, но, блин, хочется соус. Именно чесночный, сметанный. Классический. Ну, по объему здесь просто мое почти нет. Посмотри, здесь много всего. Овощей много. Курицы много. Вкусная шаурма, реально. Да, блин, почему я раньше здесь не был? Ну, это что, реально. Да, такое здоровое. Вот такую можно брать одну на двоих и вот так объесться. Это как две стандартные, да, наверное, Жень? Угу. Блин, я бы вот тут соус изменил и побольше его добавил, потому что объем большой и соуса именно не хватает. Такое ощущение, как будто вот хочется запить, запить сразу же. Давай поставим оценочку и ты попробуешь. Блин, тяжело, честно говоря, ставить оценку. Хорошая очень шаурма, здоровая, капец. Она там не 300 рублей, не 350 стоит. Она стоит 220. Восьмерка. Оценка 8. Вообще ставлю, не жалко. Не скажу, что это самая лучшая шаурма, но по размеру я скажу, что это самая большая шаурма, наверное, которую я ел вообще за все выпуски. На, Жень, попробуй. Согласишься ты со мной или нет? Большая шаурма, согласись. Реально. Ну, как будто бы, знаешь, соус ничем до чипса напоминает. Да? Угу. Она, кстати, вот только сейчас я заметил слегка остренькая. Вообще чуть-чуть. Когда побольше поедешь. Ну, у нее тут очень много жидкости. Сейчас я посмотрю. Прям много, я не знаю, чуть ли не хватает. Она прям сырая, очень хорошо нормально. Мне вначале, видишь, не хватило. В самом начале соуса не хватило. Ну, как тебе? Какая вкуснее была, вот эта или предыдущая? Мне кажется, плюс-минус такая же. А здесь нету какого-то неприятного привкуса. Ну, предыдущая, да, если вот эту нотку убрать, то восьмерка была бы тоже. Но тут размер просто отцовский, да? Угу. Друзья, реально, шаурма топовая, здоровая, здоровая шаурма. Хватит жрать. Если вы находитесь недалеко, улица Комсомольская. Комсомольская площадь, если я не ошибаюсь. Заходите, берите. Просто здоровенная шаурма, море начинки. Топ. Оценка 8. Как раз вот, что только приехал, голодный. Да-да-да, кстати, реально, вот приехали, вы с моря, к примеру, да? Питались всякой ерундой в поезде. Сюда залетаем, берем. Вы будете довольны здесь не только. С курицей можно взять также свинина, говядина. Просто я не знаю, как ее съесть, друзья. Друзья, осталось половина. Такое ощущение, как будто целая шаурма. Место называется Нур. Сейчас мы с Женькой поговорили. И есть у нас такое предположение, что увидели, что мы заходим с камерой и сделали такую здоровую. Поэтому закажите здесь шаурму или зайдите, возьмите. И мне просто интересно для себя сравнить, сделают вам такую же шаурму, как мне. Или все-таки это только специально для меня, из-за того, что я снимаю. Очень интересно, да, Жень будет посмотреть? Друзья, обязательно заходим, берем, скидываем в группу, в комментариях, еще где-то, можно под этим же выпуском, фотографию своей шаурмы. Действительно она такая большая. Потому что она чуть ли у меня не до локтя была. Правда, шаурма очень здоровая. Очень объемная по наполнению. Стоит недорого. Очень удивительно. Реально есть предположение, что это специально для меня сделали такую, да, потому что я снимаю. Друзья, ну вот такой вот у нас получился выпуск. Выпуск, кстати, неплохой, действительно. Хорошие места у нас есть в Кирове. Это меня не может не радовать. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что смотрите. Ждите новый выпуск. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...